Здравствуйте, мои любимые! Вы на канале 30+. Я Алена, нутрициолог-психолог. Веду канал для вас «Жизнь без невроза». Каждого 30-го числа мы с вами в онлайн-чате работаем с нашей группой по профилактике различных заболеваний. Ни в коем случае не лечение, только профилактика. Так, сегодня у нас с вами витамины и женское здоровье. Я отвечаю вам на ваши вопросы в чате. И вот такие базовые-базовые моментики хочется сегодня осветить. Поехали! Во-первых, если вы женщина, вы, наверное, четко столкнулись с моментами дефицитарных состояний. И иногда мне пишут усталость, нет сил, тревога, депрессия, бессонница, еще какие-то вопросы. И сейчас мы с вами обсудим все в этом ролике. Смотрите до конца и ставьте лайк, что нужно для женского здоровья. По своей природе женщине положено не только хорошо выглядеть, но и иметь здоровье внутренних систем. Если у девушки, у женщины дефицит железа один из самых распространенных дефицитов, то женщина может иметь такую историю, как усталость, депрессия и хроническую проблему с щитовидной железой. Железо присутствует в пищевых продуктах в различных формах, гемовое, негемовое. Соответственно, лучше усваивается, конечно, из животных. Таким образом, диеты, сбалансированные по содержанию мяса и субпродуктов, способствуют профилактике железодефицита. Другой момент, если мы с вами говорим про растительные продукты, то я не рекомендую, но это, конечно, ваша история. Можете там гречу добавить, можно. Но просто я вам сразу говорю, зерновые равно фитиновая кислота, равно неусвоение других минералов. Поэтому крупы, орехи, семена необходимо предварительно замачивать и знать о их неполезности в других аспектах. Но если вы упертый веган, то можно эту историю. Железо необходимо для формирования в мозге D2 рецепторов дофамина. Поэтому анемия не только по своему историю анемия, но она еще и приводит к дисфункции разных органов. Железодефицит всегда связан с хроническим повышенным расходом. Бывает эта история связана с низкой кислотностью желудка, расход на нужды плода, возможно железо, потому что вы пьете чай или кофе у вас расходуется. Соответственно, вот это важно. Если у вас дефицит магния, магний поддерживает нормальные функции мышц, нервов, сердечный ритм, здоровую иммунную систему, кости, помогает регулировать глюкозу. Соответственно, без магния очень-очень плохо живется нашим АТФ, энергетическим молекулам и женским молекулам. Соответственно, магний необходим для синтеза ДНК и РНК, размножения и синтеза белка. То есть, мы с вами понимаем, что дисбаланс магния, в первую очередь, это гипомагниемия, она очень чревата различными плохими состояниями. Вплоть до альцгеймера, инсулинрезистентности, диабета, гиперактивности, все это влияет. Магний отлично помогает снимать стресс, активизируя парасимпатическую нервную систему. Йод, ребята, йод незабываемый и хороший, ставим лайки. Йод среди всех микроэлементов, йод самый-самый важный момент в работе щитовидки. При дефиците йода замедляются все жизненные процессы, от сердцебиения, мышления, речи до пристальтики. И снижается основной обмен, страдает история с холодом, проблемы с липидами, возникают отеки. То есть, вот такая серьезная вещь. Дальше. Витамин А обеспечивает правильное развитие плода, правильное развитие глаз, кожи. Все это влияет главным образом на яичники ваши. Соответственно, без витамина А не будет нормального прогестерона, может быть бесплодие и, соответственно, может быть проблема с стрессом. Фолиевая кислота. Фолиевая кислота, ребята, это бомба, которая замедленного действия. Если у девочки еще и поломка фалатного цикла, то могут быть такие моменты, связанные со стрессом. Фолиевая кислота содержится в листовой зелени, в овощах, в авокадо, в бобах, в яйцах. И здесь очень важно ее добавлять с самого начала. Так же, как и витамин С, он нужен для синтеза коллагена, карнитина, некоторых нейротрансмиттеров. Соответственно, участвует в белковом обмене. Нехватка витамина С, это усталость вязалась, слабость соединительной ткани и так далее. Но про витамин Д мы уже с вами поговорили, что здесь и профилактика остеопороза, и мышечные сокращения, и воспаление, и снятие, и нормализация глюкозы, и помощь в аутоиммунных заболеваниях. И если еще один момент, витамины для женщины, конечно, это омега, основной пищевой источник, это жирная рыба. И рыба помогает снизить риски развития разных видов рака, диабета и других заболеваний. Так же, как и цинк, защищает от токсинов и чужеродных веществ. То есть, это минимум, это все можно набрать в питании, кроме, конечно, витамина Д. И проблема бывает в снижении кислотности, бывает проблема в дефиците магния. Все это решаемо. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, и передавайте видео, это тому, кому оно нужно. Потому что витамины для женского здоровья, это очень важная тема, которую не освещают многие, и не понимают, почему она бесится, почему у нее бессонница, почему у нее стресс. Потому что низкий уровень магния, бывает проблема в усвоении, бывает еще и параллельный дефицит витамина Д. И вот так это все влияет постепенно на нервную систему. Ставьте лайки, пишите вопросы.